Приветствую вас, если я правильно понял, что ваш муж разрывается между тем, чтобы проводить время с вами или со своим другом. Получается, что вы, будучи его женой, боретесь за него и, если я опять же правильно вас понял, вы претендуете на ту часть его личности, которая касается просьбы. Я не очень понимаю, почему нельзя быть и с вами, и с другом, почему нельзя обращаться к другу, почему нельзя с ним взаимодействовать, почему вы это запрещаете. Вы не описываете никаких негативных последствий этого, вы просто говорите, что вот муж привязан к другу. Ну, как бы, дружить, это, в общем-то, нормально, как мне кажется. То есть, в чем конкретно проявляется для вас негатив от того, что ваш муж дружит с человеком другим? Да, как бы, почему, образно говоря, получается так, что вы, как будто бы, вот, ну, как будто бы соперничать, соперничать, ну, друг другом, вы пытаетесь соперничать, точнее. Вот этот момент, он для меня не совсем ясен, да, то есть, как бы, я хотел бы, чтобы вы постарались его раскрыть. Вот это, на мой взгляд, довольно важный элемент ситуации, которую вы, ну, описываете, да? Вот, а дальше, значит, а почему вы сомневаетесь в чувствах мужа вам? То есть, ну, что дает вам, как бы, основание? Думать, что муж вас не любит, например, вот. То есть, вероятно, вероятно, есть какие-то элементы, какие-то моменты, которые вас тревожат, тревожат и напрягают. Но я хотел бы понять, что это за моменты. Только тогда, только тогда. Понимаю. В чем ваша проблема? Можно работать с этим, по факту, я бы сказал так. Другой вопрос. Хотите ли вы этого? Потому что, если, например, вы в этом не заинтересованы, если вы заинтересованы, допустим, только в том, чтобы, ну, например, чтобы его мужа, допустим, меня отдали, или там, не знаю, пытаться, пытаться заставить его, допустим, сделать то, что вы хотите, к примеру, да? Вот. То, если у вас такая цель, что я боюсь, что ничего не получится, потому что, ну, как мне, опять же, кажется, что вы двигаетесь немножко здесь по деструктивному пути. В то же время, в то же время, вы не готовы стоять на страже своих интересов. Интересно. Что это значит? Это значит, что, ну, вот, к примеру, вы считаете, что, ну, что муж поступает как-то неправильно. Вот. Вот. Допустим. И... Вы вроде бы говорите, что я, там, к примеру, не согласен с тем, как, ну, с тем, что он делает. Допустим. Ну, это... Это... Вполне ваше право быть не согласны. Но момент заключается в том, что вы делаете для того, чтобы свои интересы защитить. и делаете для этого что-то. Вот на мой взгляд... Нет. На мой взгляд... Ситуация... Ситуация... На мой взгляд... Ситуация... Такова, что вы и не хотите сами делать что-то, не хотите принимать настоятельное решение, например. И вы в то же время хотите, чтобы муж принял это решение за вас, за вас сам, вероятно. Вот. Что-то такая, получается, несколько жертвенная позиция для того, что я бы так сказал бы. Ну, что-то. На мой взгляд, это так выглядит. На мой взгляд, это выглядит именно таким образом, что у вас, ну, именно жертвенная позиция. Как бы здесь. Вот. И, соответственно, мне кажется, что необходимо именно с этим что-то делать. Именно жертвенная позиция вашей. То есть, муж, он, ну, как бы, он делает то, что хочет делать. Вот. А вы, ну, вам нужно делать то, что, то что вы хотите делать. Вот. И это очень важный, на мой взгляд, момент. Да? Понимаете? Понимаете, что я имею в виду? Да? Поэтому я надеюсь, я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Выделите, что, чем конкретно вредит муж вашим отношениям своей дружбе с другим человеком, вот, донесете до него, эм, свою позицию, ну, то есть вот, эм, значит, донесете до него, эм, свою точку зрения, вот. И, соответственно, эм, уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас просто получается так, эм, что вы требуете от мужа своего делать что-то, чего он, может быть, не хочет. Вот. И в нем это вызывает процесс, конечно же. Вот. Так что я думаю, вам надо бы, эм, подкорректировать свою позицию немножко сделать ее, эм, более такой, эм, ну, более гибкой. Вот. Вы понимаете? Иначе вы можете своего мужа просто-напросто потерять. Чего? Я уверен, вы не хотите. Ну, иначе бы вы не писали, эм, нам. Да? Вот. С другой стороны, эм, крайне важно, чтобы вы, эм, определили, для себя, что именно вы можете потерять, если он уйдет. Не сильно ли вы держитесь за него? Это тоже важно. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.